Тут это... Я после обозрения нашей предыдущей серии очередной раз причастился первоисточников. Маркса читал, Мартина. Уточнил кое-что по поводу диспозиции. Во-первых, Мартин-то оказался не такой дурак, как Бенни Вайс. Потому что кротовый городок разбежался, они успели почти все сбежать в Черный замок. Все население кротового городка сбежало, как мы говорили, в Черный замок. Мужиков всех тут же приставили к делу. Всем выдали по автомату Калашникова и два магазина с патронами. И на стену. Ими Черный замок усилили. Они, правда, совершенно бесполезные, то есть совсем. Они не умеют. Но, с другой стороны, на стене-то какая разница? У чего ты там умеешь особенно? Ну, подтаскивать что-нибудь можешь уже хорошо. Вот. И они самое главное... У них там был комендант собственно замка самого, которому уже было столько лет, что он был слегка в маразме. А пункты обороны-то два. Стена и сам замок. Нужно как-то силы разделить. И вот человек сорок оставили вместе с кротогородцами в замке. И самое главное, понимая, что ворота рано или поздно вышибут, построили внутреннюю баррикаду. То есть, там был не чистый двор, а там был перегорожен специальной баррикадой. И более того, главная задача у этих самых диверсантов была не просто залезть в Черный замок, а ворота открыть. Для чего нужно было забраться по специальной лестнице на стену. Наверх. Перебить там всех ударом с тыла. И поднять ворота. Они сверху поднимаются? Да. Там сверху есть специальный пульт. Ну, там балансиры перекидывают. Ну, то есть, снизу из крепости не открыть. Нет. Неплохо. Разумно. Хоть тут интересно придумано. Так как на стену ведет два пути. Это лифт. Системы Тиссон-Крупп. Туда много народу не заметить. А есть еще лестница деревянная, которая ведет на стену. По которой можно забраться пешком. Там даже не 200 метров. С учетом того, что эти площадочки там гораздо больше выходят. Так вот, соображая, что все кончится плохо, в любом случае, начальник обороны, однорукий кузнец Доналл Ноэ, который сам себя назначил командиром, вон половину лестницы в середине, пропитал маслом и приготовился ее поджигать. Вот. Ну, ладно. Это мы пока про первоисточники. Что же дальше? Со стены раздается дудеж. Дудят застава к бою. То есть, они со стены видят, что загорелся лес. Как незнайка и предупреждал. Да. Причем загорелся он одномоментно. Как будто из установки Бурати на десять раз попали и все горит. Кстати, очень понятно, нахера они это сделали. Вообще непонятно. В чем смысл? Подсветить? Так ближе надо поджигать. А вон как-то там полоса леса, а потом огонь. Абсолютно не ясно, зачем это. Ну, короче, застава... Кстати, вы не пробовали зимой поджечь лес? Это сложно. Да. Не очень горит. Будем откровенны. Если по низу огонь не пробирается, то не очень. Продолжение следует...